привет друзья доброе утро ну вот сегодня мы с вами идем на прогулку не ночью то есть не рано утром когда еще темно а уже светло на улице кто со мной ай да как говорится так вот о чем я хочу сегодня с вами поговорить сначала отвечу по-быстрому на несколько животрепещущих вопросов ну а потом будет главный вопрос который многим интересен не только тем кто собирается заводить канал но и другим так вот несколько комментариев получила примерно с одним и тем же вопросом какой у вас микрофон у меня есть разные микрофоны но вот это как-то мне больше всего нравится это просто варнитура от телефона на которой я сейчас и снимаю почему он мне нравится потому что вот машины мимо проезжают а их не так слышно и он такой компактный легкий маленький но самое главное вот не знаю сейчас вот ветер в лицу уберу к от ветра наверное шумит ветер в микрофоне и так слышно еще один вопрос ой в такой темноте то есть так рано гуляете или так поздно во всяком и пишут вы не боитесь неужели вам не страшно девочки этот вопрос мне напомнил то что на самом деле было когда я шла в то есть темени которые я вам показала помните там с одной стороны пятерка стена пятерки а с другой стоянка машин и это было самое темное место помните я там иду и говорю о как темно видите девчонки или что такое но я там произношу темно было я не видела что мне навстречу в это время шок мужчина ну или юноша не знаю но такой довольно таки крупный и я вот когда сказала еще остальное ничего не говорила а просто ооо и смотрю кто-то метнулся аж среди машин а потом увидел видно что это идет сумасшедшая бабушка которая сама с собой разговаривает и вышел и пошел по моему он даже там в темноте в кадр попал ну вот такой эпизод был так что не я боюсь а меня бояться ой смешно а забыла сказать вот мы с вами пошли по улице расплетена здесь мы с вами еще не ходили вот там вот за этими домами за этими домами курчатовка здесь многим моим давним подписчицам уже знаком этот дом красивый видите какой величественный это новострой двухтысячном по моему его построили вот там институт научно-исследовательский по моему какого-то приборостроения сейчас подойдем до специализированный научно-исследовательский институт но ведь и приборостроения даже правильно сказала но это вот все территории этого института как будто пока видите такое сталинских времен строения так вот как же я решилась как я отважилась как мне пришла в голову идея открыть канал почему с какой целью и по каким причинам я открыла канал от скуки от одиночества от жажды общения для денег не для того ни для другого не для третьего не для четвертого но были свои даже причинами их не назовешь наверно а то что меня к этому все-таки подвело я даже не знаю какой из пунктов поставить выделить и поставить первым знаете мне не по улице хочется идти а вот в этот дворик зайти вам показать вот давайте сюда завернем вот видите расплеете на улице и мы идем по двору их тут трактор гудит трактор пусть проедет смотрите дупло какое у дерева вот такие лавочки тут ну раз откровенно обещала отвечать на все вопросы я же сказала отвечу на любые вопросы написала в прошлом ролике но их у меня много было подобных и давно мне задают и в разное время я отвечала и в этот раз тоже задумалась а что же поставить на первое место не знаю что поставить но начну с самого начала как говорится в общем когда я была одна никогда не знала куда голову свою приткнуть книги я еще не могла читать сразу скажу почему а то не поймете почему потому что ничего в голову не лезло я открывала книгу допустим с утра садилась в кресло открывала книгу и прочитывала глаза пробегали а в голову ничего не попадало если у меня спросить о чем что я ничего не могла вспомнить то есть все мои мысли все мои чувства все моя голова была направлена на на скорбь на утихомиривание боли после потери близкого любимого в общем мне было очень плохо не помню я тот период как следует как-то я заглянула на youtube я и раньше знала что он есть ну как-то и мне увлекалась совершенно а тут открыла youtube ну и целыми днями после этого пыталась найти какой-нибудь канал где пережившие такую же трагедию женщина молодая пожилая моих ли лет чтобы ей вот в данный момент когда я ее смотрю у нее в жизни все было хорошо но в то же время были такие ролики где бы она рассказывала как же видите вот у нас тут дом романса совсем рядом афиши дома романса вот вот так он выглядит а там наверху жилые квартиры там вон церковь наводил здесь типа аллея даже с колясками гуляют но видите тут машин много и аллея вам так шумно я не люблю здесь гулять просто решила вам показать а вот здесь наверное мы зайдем с вами выйдем через двор опять на ту улицу так о чем я я искала канал канал с блогером которая помогла бы мне своим примером показала бы мне что это невыносимая боль все-таки выносимо преодолимо и что вот она тоже так же как и я страдала а сейчас живет и радуется жизни и могла бы она поделиться со мной с другими как она смогла выжить и дальше жить я искала искала искал их не находила и вот время шло тут там натыкалась на обсуждение разные женские тусовки где молодые совсем женщины тридцати даже лет тридцати пяти сорока летние рассуждали о том что жизнь у них уже идет к концу что совершенно поздно начинать жизнь сначала 35 уже поздно а в 40 тем более и я я написала жизнь продолжается и в 50 и даже в 60 не поздно начинать жизнь сначала эти женщины стали у меня расспрашивать комментарии как я им все и рассказывала ветки обсуждений под моим комментариям вырастали в длиннющие длиннющие в длиннющие ветвище эти девушки-женщины просили меня открыть канал как обычно советует ой а вы откройте канал и мы вас будем смотреть и будем вам вопросы задавать я даже это в голову не брала говорят и говорят это же надо уметь я понимала что надо снимать надо как-то загружать я и в комментариях писать могу и рассказать и делиться опытом жизненным ну и вот наступил девятнадцатый год ой восемнадцатый извините восемнадцатый год осень восемнадцатого года мы уже были с сережей закрыли дачный сезон приехали домой наступил ноябрь лет это прошло энергию надо куда-то девать как-то мне захотелось рассказать рассказать о даче какая у меня милая какая у меня замечательная рассказать о том как я прудик свой выкопала в общем я была переполнена уже не болью а таким умиротворением желанием жить творить творить красоту и этой красоты во мне и вокруг меня было много полным полно и всем этим не захотелось делиться с теми кому это нужно ну и решила открыть канал думаю а вдруг вот такие же женщины хотя бы одна найдет мой канал и ей станет легче еще одна причина вот какая причина после реанимации где я оказалась вдруг но довела себя после реанимации я с трудом говорила нет у меня инсульта не было слова все звуки выговаривала но мне приходилось вспоминать чуть ли не каждое слово нормально я говорить не могла я говорила урывками если вы откроете мои первые ролики да и не только первые сами услышите я говорю отдельными словами это потому что я сказав одно слово вспоминала другое с трудом их могла соединить вместе то есть но говорила отдельными словами вот так скажем связанного текста у меня не получалось в быту еще так сяк немного же говоришь и можно сказать одно слово дай как маленький ребенок да или там чай а компот допустим я уже могла подумать повспоминать а вот когда разговариваешь с вами тут же связанный текст нужен а я вспоминала и не случайно ко мне заходили и возмущались тем что я медленно разговариваю но это меня не обижал я и сейчас не быстро говорю но стараюсь побыстрее вот а я знаю свой характер у меня лучше получается не тогда когда меня по головке глазит и говорят ой молодец ой какая гениальная ой как там и ну и так далее я и сама знаю что я молодец я сама знаю что я гениальная но это я шучу а вот меня по жизни еще со школы всегда подталкивает к действию к улучшению к творчеству что ли к самотворчеству к самосотворению подталкивает вот видите вспоминаю что как же сказать то подталкивает критика злая критика в том числе и я многим вот в стихотворном творчестве обязана именно троллем стихирским чем жестче и злее они меня критиковали тем больше я сердилась на себя то есть мне надо рассердиться на себя злость на себя как вот такая неужели я такая что не могу вот сделать так чтобы это было хорошо ну вот и тут тоже как бы для самоистязание что ли решила открыть канал ну вот и заставляла себя говорить меня критиковали мягко говоря по всякому обзывали особенно молодежь я так думаю бабушка иди типа чуть ли не не ложись в гроб еле слова связываешь на youtube пришла ну и так далее там разные были комментарии но они сейчас где-то там есть я их не убирала хотя многие вот напишут а потом сами и уберут потому что видят я не реагирую в истерике не бьюсь канал тоже не закрываю ну и мне действительно канал помог а сейчас я веду да те же самые цели те же самые причины у меня остались значит первое помочь кому-то примером громко сказано ну вот посмотрят как можно спокойно жить творя вокруг себя по мере сил и возможностей красоту просто жить и радоваться радоваться жизни радоваться каждому утру каждому днем каждому часу и каждой минуте даже каждому мгновению другая причина показать что жизнь не заканчивается не 50 не в 55 не в 60 и даже не в 70 она она продолжается до тех пор пока мы с вами живы пока мы живы пока мы дышим пока мы живем жизнь свою мы делаем прекрасный счастливый сами никто нам ее за нас не сделает следующая причина вот восстановление и речи взялись на себя в общем это да это было самое истязание как прием такой и сейчас уже до появилась и четвертая или пятая это будет четвертая может действительно вот общение тоже с вами и следующий появилась когда уже я оформила канал когда появились мои первые ролики загрузила когда вдруг один из роликов через три или четыре месяца в марте один из роликов подскочил и у меня быстро быстро буквально за полтора дня набралось больше тысячи подписчиков но если интересно кому я потом вам покажу покажу свой кабинет откроем все и посмотрим за день у меня набралось необходимых тысячи подписчиков и количество просмотров часов по моему четыре тысячи что ли надо было к тому времени я уже знала что монетизация на ютюбе получила первые сто долларов своих это было приятно блогер спит а деньги капает но это все благодаря вам мои подписчики вот так всего доброго друзья будьте здоровы и счастливы до новых встреч на моем канале